Всем привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить вкусный шоколадный торт. Вкус его нам очень знаком из детства. Торт готовится из простых ингредиентов, при этом получается очень вкусным и насыщенным. Состоит он из шоколадного бисквита пропитанного какао, шоколадно-карамельного крема с вареной сгущенкой и грецких орешков. Вспомнили этот вкус? Очень достойный вариант, когда хочется отвлечься и разнообразить современные торты. Давайте начнем его готовить. Приготовление начнем с шоколадного бисквита. В первую очередь нам нужно соединить сухие ингредиенты муку, какао и разрыхлитель и просеять их через сито. И затем при помощи венчика или лопатки хорошо их перемешать, чтобы они между собой объединились. Сухие ингредиенты пока уберем в сторону и займемся белками. Белки должны быть очень аккуратно отделены от желтков, а посуда, где будут взбиваться белки, а также венчики миксера, должны быть обезжиренными, сухими и чистыми, чтобы ничего не препятствовало взбивания белков. Итак, белки начинаем взбивать на невысокой скорости миксера до состояния вот такой вот пышной пены. И когда они взбились в пену, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать половину сахара от указанного в рецепте. Вторая половина сахара нам понадобится для взбивания желтков. И когда половина сахара добавлена, продолжаем взбивать белки. Масса должна будет значительно увеличиться в объеме, посветлеть, стать пышной, держать свою форму. Но клювик на венчиках должен сохранять небольшую эластичность. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. Вот такой в результате должна получиться белковая масса. И пока ее отставляем в сторону и займемся желтками. В отдельной чаше желтки необходимо взбить со второй половиной сахара. Взбивать нужно тщательно. В результате желтковая масса значительно посветлеет и увеличится в объеме. Вот насколько стала светлее желтковая масса и насколько она стала пышнее. Теперь желтки нужно добавить к белкам и осторожно при помощи лопатки нужно объединить массы. Долго здесь вымешивать не нужно. Движения лопатками должны быть осторожными, но быстрыми и уверенными, чтобы массы как можно быстрее объединились. И когда белок с желтком объединились, в два приема добавляем к ним смесь из сухих ингредиентов и также при помощи лопатки осторожно, но быстро и уверенно перемешиваем бисквитное тесто. Нужно это сделать как можно за меньшее количество движений, потому что от каждого лишнего движения взбитая масса будет постепенно оседать и терять свой объем. Это потом в результате скажется на подъеме бисквита. Вот таким получается тесто, когда сухие ингредиенты вмешались и в самом конце осторожно по стеночке вводим растопленное сливочное масло и вмешиваем его осторожно при помощи лопатки. Также движений должно быть минимальное количество, но масло должно равномерно распределиться в тесте. Вот таким в результате получается тесто и сразу же выпекаем бисквит. У меня диаметр кольца 18 сантиметров. Выпекаем обязательно в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут. На готовность проверяем деревянной шпажкой. Вставленная в центр бисквита она должна выходить сухой и чистой. Готовому бисквиту даем немного остыть на решетке, затем достаем его из формы, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем его отлежаться в холодильник на несколько часов. Теперь приготовим очень вкусный шоколадный крем с вареной сгущенкой и грецкими орехами. Его вкус вам наверняка знаком. Крем готовится очень просто, при этом получается насыщенным и вкусным. Ингредиенты для крема должны быть комнатной температуры, сливочное масло и вареную сгущенку. Нужно заранее достать из холодильника и оставить на столе, чтобы они набрались комнатной температуры. Размягченное сливочное масло нужно хорошо взбить миксером до пышного кремового состояния. Также оно значительно посветлеет. Вот обратите внимание, каким получается масло после взбивания. Далее ко взбитому маслу нужно просеять какао и затем при помощи миксера на низкой скорости или при помощи лопатки хорошо перемешать масло с какао, чтобы они объединились. Получится шоколадное масло. Вот таким получается масло, когда оно полностью объединилось с какао. Перемешиваем его лопаткой, чтобы собрать со дна и стен чаши. И теперь в несколько этапов будем добавлять к нему вареное сгущенное молоко комнатной температуры и при помощи миксера на низкой скорости каждую добавленную часть нужно будет хорошо объединить со сливочным маслом. Долго тщательно здесь взбивать не нужно. Мы не взбиваем, а перемешиваем ингредиенты. Когда они объединились, все сгущенное молоко добавлено, крем готов. И скажу пару слов о качестве ингредиентов. Сливочное масло я использую только жирностью 82 с половиной процента. И вы по возможности используйте максимально вкусное и качественное сливочное масло, потому что от качества ингредиентов напрямую будет зависеть вкус готового крема. И вареная сгущенка. Смотрите по составу, чтобы там было как можно меньше всяких лишних добавок, растительных жиров. Либо можно сварить сгущенку самостоятельно. Вот посмотрите каким в результате получается крем. Он однородный и он стабильный. Он хорошо держит форму. И теперь на этом этапе в самом конце добавляем к крему рубленые грецкие орешки. Вмешиваем орешки в крем при помощи лопатки и крем готов. Он получается очень вкусным. И сразу готов к работе, можно приступать к сборке торта. Бисквит полежал в холодильнике несколько часов. Он стабилизировался. Его теперь будет легко разрезать на коржи. И нам его нужно разделить на три бисквита. Сначала тоненьким слоем срезаем верхнюю шапочку. Не надо ее снимать слишком много. Иначе коржи при разрезании у вас получатся тонкими. Посмотрите, я срезала совсем немножечко. И дальше, чтобы удобнее было намечать толщину бисквитов, я переворачиваю его вверх ногами. И дальше я не использую никаких приспособлений. Я вручную разрезаю бисквит. Вот таким бисквит получается в разрезе. И я разрезала его на три вот таких равных коржа. Итак, собираем торт. Торт этот собирается очень просто. Бисквиты я буду пропитывать какао. Такую пропитку я использовала в торте Прага. Ссылку на видео рецепт Праги я оставлю в описании к этому видео. Там подробно показано, как сварить какао. Чтобы в разрезе торт смотрелся красиво и слои крема были одинаковыми, я заранее весь крем на весах разделила на три равные части. И совсем маленькую часть отложила для того, чтобы обмазать бока и верхушку торта. Много крема для обмазки здесь не нужно. Здесь было за что зацепиться ореховой крошки, когда мы будем обсыпать бок торта. Крем равномерно распределяем по бисквиту. Крем хорошо держит форму и с ним очень удобно работать. Верхний бисквит также пропитываем какао. И затем очень тоненьким слоем крема смазываем бока торта и верхушку. Затем торт заворачиваем либо в пищевую пленку, либо ацетатной лентой. И сверху зажимаем кольцом. И верхушку торта также накрываем пищевой пленкой. И в таком виде торт отправляем настаиваться в холодильник минимум на 6-8 часов. Готовый торт по желанию можно выровнять. Сюда хорошо подойдет шоколадный крем-чиз, либо ганаш. Все рецепты крема для выравнивания есть у меня на канале. Я бока торта обсыпала ореховой крошкой, а верх я выровняла шоколадным ганашем и посыпала какао. Вот таким получился торт. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, какой он внутри. В холодильнике крем затвердевает и становится плотным, а при комнатной температуре размягчается. Соответственно, чем мягче крем, тем торт проще режется. Ну а на вкус здесь кому больше нравится. Кому-то нравится с более плотным кремом, а кому-то с более мягким. Вот такой торт получается в разрезе. Он действительно очень вкусный. У меня он здесь сразу из холодильника, поэтому ломается он сложнее. Друзья, у меня на этом все. Я благодарю вас всех за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал. Готовьте, делитесь со мной впечатлениями и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok